Минута по-разному длится, на самом деле, ну или время. Известный столичный маркетолог Андрей Крылов сегодня работает с череповецкими предпринимателями. Рассказывает о том, как сделать рекламу эффективной, как донести информацию о своем товаре или услуге до целевой аудитории. Я, скажем так, подталкиваю к тому, чтобы человек был более активным. Если он хочет, он, собственно, проявляется. И вот, опять же, практика прошлого семинара показывает, что есть очень активные те, кто образует группы, те, кто начинает работать своим проектом, и после, в том числе, даже мне пишут, как там у них что-то получалось. В последнее время Андрей на Вологодчине бывает чаще, чем у себя дома в Москве. На обучающие семинары приходят десятки предпринимателей. Только в городе Нашексне эти курсы посетили более 50 человек. Среди них и предприниматель Иван Олейничев. На семинарах, организованных городскими властями, он знакомится с новыми технологиями, которые помогают развивать бизнес. Небольшая поддержка в виде вот таких семинаров, консультационные центры, вот это, мне кажется, очень сильная поддержка. Предпринимателям, мне кажется, не надо очень сильно помогать, потому что они тогда раскисают, становятся ленивыми. Наоборот, нужно как-то держать так в состоянии сосредоточенности. Бесплатное обучение в агентстве городского развития ведется по разным направлениям, начиная от эффективного руководства организацией, заканчивая основами бухгалтерии. Еще один городской проект по взаимоотношениям малого и среднего бизнеса с крупным. Уже создана база данных, в которой крупные предприятия Северсталь, Фосагра, Северсталь Метис размещают информацию о свободных площадях, каталог поддержанного оборудования и перечень работы и услуг, в которых они нуждаются. Малый бизнес, в свою очередь, может пользоваться этой информацией и предложить им свои услуги. Предприниматели уже наслышаны о этом проекте. Пока нам поступают устные звонки о том, что хотят принять участие, и может ли малый и средний бизнес размещать свою информацию в этой базе. Но пока механизм такой, что только крупные предприятия размещают свои заказы, а малый и средний бизнес может смотреть эти заказы. К слову, этими мерами городские власти не ограничиваются. Сегодня мэр Юрий Кузин рассказал, что с апреля каждую неделю будут проводиться информационно-инвестиционные конференции, на которых власти будут информировать бизнес о направлениях развития и потребностях города. И вот эти конференции будут проходить на постоянной основе. Я планирую их как еженедельные. Причем рабочие. Не пафосно, а именно рабочие. Нам важно, чтобы вот этот активный диалог носил постоянный характер. И важно, чтобы город отвечал тем требованиям, тем позывам, которые возникают у бизнес-сообщества. И они могли развивать свои идеи, реализовывать самое главное. В свою очередь, чем больше предпринимателей заработают, тем больше доходов будет у городского бюджета. Именно поэтому череповецкие власти делают ставку на малый и средний бизнес. Выгода очевидна и для города, и для предпринимателей.